Друзья, всем доброе утро! Мы проснулись. 1 января, 10 часов утра. Мне кажется, что я за всю жизнь здесь выспалась. Реально. У нас будильник звонил, наверное, каждые 5 минут. Мы все равно не могли встать. Вот такие лыжники. Вот, смотрите, какой вид у нас из окна. С этой стороны горы. И с этой стороны горы. Вообще ничего не видно, кроме гор. Летом здесь, наверное, красота. Или когда снег выпадает, тоже, наверное, красота. Ну, а так просто лысые корейские горы вокруг. Муж спал вот здесь, в кухне. Потому что он храпит, мы никто не можем с ним спать. Здесь, вот видите, как обычно, плитка есть, рисоварка. То есть, в такие квартиры люди приезжают и живут здесь какое-то время так же, как у себя дома. Шкафчики. Видите, это такой гарнитур кухонный. Есть все принадлежности. Пилки, ложки, палочки. То есть, полноценная, полноценная квартира. Также есть холодильник. Пустой. Морозильник. Вот, все есть. Так что, приезжайте и живите. Они есть, конечно, побольше квартиры. Двухкомнатные, трехкомнатные. Вот, такую маленькую взяли, потому что нам на день, один раз поспать. В принципе, без разницы. Но спали вообще, как, я не знаю, как младенцы все. На этом горячем полу. Мягкие матрасы. И я думала, вообще не проснусь никогда. Сейчас пойдем позавтракаем и пойдем на лыжную базу. Друзья, вот так вот наш пенсион выглядит днем. Днем он выглядит довольно современно. Архитектура такая интересная. Ночью был просто как апатты обычный. И, да, здесь очень большой комплекс этих домов. Есть такие маленькие на одну семью домики. А есть вот такие большие. А, параглайдер. Как сказать, параглайдер? Параглайдер. Здесь, на самом деле, мы вот так вот. Пикер, пикер, чаунда. Пикер, шоу. А, здесь можно с парашютом прыгать с горы. Прикольно. Поехали. Вот такие виды здесь открываются, друзья. Вокруг горы. Очень красивая местность. Горы довольно большие. Здесь высотки. Но снега нет. С одной стороны, это хорошо, потому что у нас летняя резина только. С другой стороны, романтики нет никакой без снега. Друзья, мы заехали в местный магазин. Вот здесь есть ханаромар деревенский ихний. И мы хотим купить здесь перчатки какие-нибудь, потому что там на базе перчатки стоят довольно дорого. Здесь, может, какие-нибудь копеечные сейчас, одноразовые возьмем. О, вот есть носки. Перчаток пока не вижу. Ну да. Походу, здесь только продукты. Пока не видно никакой галентерей. Это такая пятерочка по-корейски. Перчаток нет. Есть всякая фигня. А, вот носки. О, носки есть, трусы есть, перчаток нет. Да, для этих краев очень странно. Здесь же вокруг горы, лыжные базы всякие. Друзья, нам сказали, что вчера продали последние перчатки. Не одни мы такие шустрые за перчатками сюда заехали. Хоть носки одевай на руки вместо перчаток. Довольно холодно. Хотя сегодня намного теплее, чем вчера, но все же. Все, друзья, заехали вот в такой магазинчик. Купили перчатки мне и мужу за 3 доллара. На один раз, в самый раз. Потом можно выбросить. Так, все. Теперь точно едем. Здесь есть вот такая речушка, и на ней застыл лед, друзья. Сейчас плюс 2 градуса где-то. Ну, вон так, немножечко слегка льдом покрылась. Речка. Деревенские пейзажи. Такие улочки. Крусчаткой выложили. Прям Китай-город какой-то. Все такие провинциальные маленькие городки, они очень похожи между собой. Сколько бы мы вот ни были, они все практически одинаковые. Да, сейчас вот здесь купим кофе. Машину было, где поставить здесь. Сидим. Печалька. Просто на обочине ставят и все. К някюлье присел на бон, да? Такие вот улочки, маленькие тротуарчики. Какие-то интересные магазинчики. Вон, в таком городке жить, у нас с тоски можно умереть, не встать. Прикольно, такое все миниатюрное, все такое маленькое, здания какие-то непонятные, малюсенькие. Дорожки малюсенькие, тротуары малюсенькие. Прикольно. Эти бабульки ездят на велосипедах. Смотрите, бабушки лет 80, как минимум, на велосипеде. Летом здесь должно быть довольно мило и красиво, когда все зеленое, горы, вот эти вот, природа, деревья красивые. Зимой сейчас, еще и сегодня пасмурно, зимой, конечно, не очень. Как-то уныло все. Друзья, есть один плюс, пошел снег, настоящий снег, не искусственный. И один минус, мы опять приехали жрать. Мы так не можем доехать до горки. Только и делаем, что едим на каждом шагу. Больше ничего никому не надо. Снег! Вау! О, я-я-я. Понятно, почему в Корее так любят поесть. Без конца, бесконечная еда. Потому что... Потому что это целое искусство. Вот так начинается наш девятнадцатый год. Только супа четыре. А нет, это омлет и три супа. Налетай. Подъезжаем к базе отдыха. Вчера мы были здесь, было темно. Все сверкало, и днем выглядит как-то так. В Корее очень много лыжных баз. Это просто одна из, и все они разные, выглядят по-разному. Но тем, кому нравится европейский стиль, вот этот вот. Вот эта лыжная база должна понравиться. А также здесь есть вот такой вот чиндильбанг. Корейская сауна. И вот гольф есть. Источники, это горячие источники. Вон что он. Спортзал здесь, в общем, массажные всякие штуки. Все здесь есть прям вот это. Прямо напротив лыжных склонов. Вот. Поэтому, если вам после лыжи захочется погреть косточки, то это запросто. Очень круто. Здесь так же, как и во всех парках Кореи, по карточкам, которые есть у каждого корейца, скидки огромные до 50%. Сейчас вот по карточке он покупает с 50% скидкой билеты. Только Софья зелила желание на лыжах кататься. Все остальные будут кататься вот на саночках. Все остальные боятся. Я как-то несколько лет назад попробовала на лыжах, сказала, что все, больше я никогда на них не встану. Ужасно страшно. Так вот здесь выдают лыжи. Ботинки, лыжи, одежда. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... аааа... Полили нас! Супер, я соромаю, супер. А, папа! Полю, чемпион! Полю, чемпион! А, папа. Т seaweed. А-ай! А-ай! Пол.. Тату.. Аа, нямакууа.. Сейчас вот с этой маленькой горочки Это для новичков горочка Но с нее можно убиться запросто Поэтому мы вот так вот По подножье начнем Без инструктора научилась А сейчас заехается Там вообще для санок горка отдельная есть А подъезд отдельный А здесь никак на него не попасть Поэтому мы с лыжной трассой катаемся Хотя, конечно, нежелательно Так как здесь на лыжах все Нравится Так, а Софья где? Сопео здесь, а? Сопео здесь, а? Сопео Аня, нырю гасло Сопео здесь, а у нас Субтитры делал DimaTorzok 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 Все ж так учатся. Нет, папа боится наш до смерти. До усерок. Что-то пошло не так. Давай, давай, елочкой, елочкой. Бочком, бочком, бочком. Давай, Соня, работай, работай. Так глядишь и схуднешься. Малайдия. Где? 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 Глядя. 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 А, как скобка. А, как скобка. Пошла. Друзья, не знаю, сейчас Софья поднялась туда, на самую верхушку. Там вот это вот не отсюда начинается, а видите, туда уходит еще выше. Вот это вот для новичков называется, для детей, детская горка. Я фиг знает, как она сейчас спустится, но она сказала, что она спустится, что у нее все получится. Но я смотрю, вот люди едут, падают все. Кто-то вообще, кто-то пешком спускается, в крайней мере. Никто ж. Да. Думаю, все будет нормально. Но хоть какой-то для нее интерес, ей здесь неинтересно было внизу-то топтаться. Вон она, Софья. Едет. Да, молодец. Едет хорошо. Молодец, молодец. Молодец. Даже не падает. Субтитры сделал DimaTorzok Папа чуть не обосрался Добавил субтитры DimaTorzok